Сейчас все люди развиты, большинство людей развиты, и у нас есть такой вектор в наборе наших талантов, который даёт вот эту функцию сравнения себя, аранжирования с другими. Если бы этого не было, у нас было бы тотальное принятие друг друга и было бы жить намного проще. Но у нас этого нет, и мы ранжируемся. Поэтому очень многие люди и женщины испытывают стресс, потому что они не понимают, как устроена жизнь, они не понимают того, что мы все разные, у каждого своё предназначение, и они вольно-невольно себя сравнивают с другими людьми. Тем более, что школа у нас предполагает то, что мы должны заслуживать оценки. То есть мы должны заслуживать какие-то результаты. Колоссальная ошибка закладывается при воспитании девочек и мальчиков. Я говорила это несколько раз и ещё раз повторю, потому что у нас много мамочек на курсе. Если мальчиков мы должны постоянно хвалить за их результаты, не за их личность, а за их результаты, то девочек мы должны всё время хвалить и давать им понимание, что девочка — цена сама по себе. Это формирует у девочки привычку принимать всё, что даёт ей жизнь, принимать и, соответственно, наполняться. А потом трансформировать эту энергию принятия, отдавать её мужчине — мужчина идёт соусом достигает. Очень сильно извращены эти понятия, поэтому большинство женщин достигают чего-то в жизни, они заслуживают. И это колоссальный перегиб в нашем социуме. При воспитании закладывается заниженная или завышенная самооценка. Очень редки те люди, которые имеют гармоничную самооценку. Причём, смотрите, я много читала о самооценке, когда ты очень сильно на эту тему работала. Я читала на тему, как прокачивать свою самооценку. Те выводы, которые я сделала за последние несколько месяцев, исследуя себя, вместе с вами я исследую себя, я поняла, что самооценка в разных направлениях жизни разная. Есть женщины, которые очень успешны, допустим, в бизнесе. Очень успешны. Я таких наблюдаю, я сама за собой наблюдаю, но при этом они дилетанты в каких-то других областях. Дилетанты, допустим, могут быть в сексуальных отношениях, дилетанты в семейных отношениях, дилетанты в воспитании и каких-то других вещах, которыми они даже не соприкасались с жизнью. Вот, честно говоря, я могу сказать, что я дилетант в путешествиях, потому что я всегда путешествовала на какие-то тренинги, вебинары, я очень в многих странах побывала, но в основном это было так — приехали, поучились и уехали. Я понимаю, что эту сферу мне нужно прокачивать, и там есть какая-то определенная область страха, которую мне нужно проработать. Вот я взяла одну область, которая мне чужда, допустим. У большинства женщин перекосы, нет такой стабильной самооценки во всём. Есть перекосы в одной сфере — они профи, а в другой сфере — дилетанты. И большинство женщин что делают? Смотрите, они основываются на своих провалах. Вот у нас мышление в основном так работает, в основной массе, что мы фокусируемся на своих минусах, а не своих плюсах. И когда надо принимать решения, мы слабы в принятии этих решений, потому что мы фокусируемся… Вот у нас здесь брешь, где-то не закрыта тема, мы себя чувствуем здесь слабыми, и мы распространяем вот эту слабость на всю нашу жизнь. И таким образом мы ухудшаем свои жизненные результаты во всех областях. А имеет смысл фокусироваться, сделать фундаментом своей самооценки? Это как бы мои личные размышления. Вы можете их принимать, можете не принимать. Но я считаю, что нужно взять фундамент для укрепления себя. Вот всегда какое-то здание нужно строить на фундаменте. Здание вашей личности нужно строить на той теме, которая вас прокачивает. Вот, допустим, я себя уверенно чувствую в бизнесе. И когда мне нужно какие-то сферы проработать, я начинаю думать, Катя, вот ты в этом сильна. Неужели ты не сможешь вот эту тему одолеть? Вот эту сферу одолеть, вот эту сферу одолеть, вот эту сферу одолеть. Тебе просто нужно изучить приёмы, достижения там каких-то результатов. Вернее, не достижения, а получения там каких-то результатов. То есть я беру как базис. Вот здесь ты получила результат, вот здесь ты сильна. Здесь ты сильна, потому что ты сделала колоссальное количество ошибок, потому что у тебя здесь было внутреннее горение, ты чувствовала своё предназначение, и тебя было не свернуть с этой дороги, потому что ты хотела этого. Если ты действительно так же сильно хочешь чего-то другого в своей жизни, ты можешь взять и получить там результат. И вам я рекомендую то же самое. Взять за основу вот то, что вы сильны в чём-то. У вас вот здесь получается. Практически нет таких женщин, у которых нигде не получалось. Потому что кто-то силён в отношениях, кто-то силён в бизнесе, кто-то силён в методах соблазнения, это тоже прекрасно, это женщине важно. А кто-то силён в красоте, уходе за собой, в профессионализме в чём-то. То есть надо взять ту область за основу, в которой мы сильны, и начинать понимать, что… Вот самое главное, для чего это брать эту основу? Для того, чтобы понять, что вы сделали определённое количество шагов, определённое количество ошибок, что есть технология, как стать сильной в этой сфере. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА